Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров. И сегодня мы отправляемся на Кубок Легенд. Очередная партия дня, или может быть недели, а может быть и месяца, сыгранная Яном Непомнящим против чемпиона мира. Блестящая идея, блестящая победа. Тут будет всё. Итак, вперёд! В третьей партии матча, где Ян находился в роли отстающего, он был, по сути дела, в ситуации must win, то есть ему нужно было побеждать белым цветом, хотя мы знаем, что чёрный, он тоже по заказу умеет обыгрывать чемпиона. В этой партии случился Найдеров, вариант достаточно известный и достаточно, вновь точнее, приобретающий популярность ход ладежи 1, был исполнен. Так играл и сам Магнус, так, в общем-то, сейчас будут наверняка опять-таки играть и другие шахматисты. Найдеров каждый раз меняет свой окрас, и ладежи 1, я думаю, что в ближайшее время будет так же исполнено не раз. Итак, Магнус идёт b5, g4, здесь, в общем-то, идеи стандартные, слон b7, и здесь играет белый g5. g5 это жертвы пешки, отмечу, что кроме хода слон b7, вторая линия поведения, как e6, g5, конь d7. Здесь многим партий можно отметить, в частности, вот, скажем, идеи ладзина g3, идеи звяганцева, если я не ошибаюсь, и также идеи типа а3, которые тормозят движение чёрных на ферзевом фланге. Очень боевая позиция, интересная, и, конечно, рьяным сицилианщикам это должно быть по душе. Итак, ну, в партии последовал ход слон b7, и вот в этой партии последовал ход g5. g5, конь бьет e4, то есть белый жертвует пешку за инициативу, и вот в этой позиции белый осуществляет новинку. Судя по моей базе, ход a4 является новинкой. Основные продолжения это ход ферз g4, который встречался в большинстве партий, их порядка 30. Ну, вот, интересная новинка, которая заставила чемпиона задуматься. Итак, ну что же, в чём же идея? Ну, идея, прежде всего, конечно, цеплять ферзевый фланг, и идея достаточно стандартна. И, по большому счёту, у чёрных здесь было две реакции. Первая реакция e5, которая была в партии, и вторая реакция была связана с ходом b4. Ну, ход b4 достаточно тоже интересный, ну, дополнительные какие-то поля, дополнительные зацепки появляются. Поэтому, наверняка, включение хода a4, b4 на арку белым. Ну, так не последовало. Последовал ход e5, и вот здесь как бы ждала основная идея этого варианта. Значит, ab. То есть, белые жертвуют фигуру. Фигуру на d4 оставляют под боем. Ну, что можно сказать? Если эту фигуру забирать, то последует ферзь d4 с нападением на слона. И после хода d5, вот стандартная идея ладья g3, о которой я говорил чуть ранее. То есть, ладья переходит в район поля e3, и от f3, в принципе, нет защиты. Ну, и здесь какие-то такие вот компьютерные варианты, которые вполне возможны. Конь d7, ладья e3, образом, f3, слон e7, ферзь g7. То есть, вот в таком ключе может протекать борьба, достаточно сложная. И, конечно, вот, к примеру, да, на a6 брать крайне опасно, потому что у некоторых вариантов у белых появляется дополнительное поле b5. А на какие-то другие продолжения, в общем-то, здесь у черных, ну, просто сложная позиция, и нужно как-то здесь отбиваться. То есть, скажем, слон f5 продолжение. Белые могут возвращать, ну, развивать, скажем, слона на d2. И угрозы слона b4 уже достаточно неприятны. Король пока не рокирован, но и инициатива белых проста, да, донези. Итак, ну, так не последовало. Магнус решил сыграть по-надёжнее. И сыграл слон e7. Но здесь ждала его, в общем-то, вся эта идея. Очевидно, что Яна готовила эту позицию. И осуществил ещё один блестящий совершенно ход ладья g4. Мы видим, что ладья начинает атаковать слона и проверяет его положение. Теперь, в случае, скажем, хода d5, у белых стандартная игра. Ладья b4, dee, конь f5. То есть, к примеру, после даже размены ферзей, конечно, что ферзей оставлять на доске в такой позиции крайне опасно, мы видим, что белые фигуры развивают очень сильную инициативу. То есть, белые хотят как сесть на a6, так и сесть и на g7. На ход g6 готовы просто переходить в эншпель. С последующей доминацией просто-напросто в них целых три пешки впоследствии начнут двигаться. После хода b, пешки, как лавина, сметут просто чёрных. А в королевском фланге всё зафиксировано. Ну и, в общем-то, позиция здесь крайне неприятна. В этом и заключается идея хода ладья g4. Приходится играть аб, слон бьёт b5, шах, конь d7. Ну и, в общем-то, мы видим, слон защищает ладью на а8. То есть, тем временем, как ладья на 1 также провисает. То есть, таким вот образом забавным все фигуры друг друга защищают. И спокойный, приспокойный ход слон d2. Я надследует очень сильное решение. Опять-таки, очень чёткое заставляет чёрных дальше принимать непростые решения. Слон всё-таки покинул диагональ h7b1 и дал возможность белому попасть на f5. Ян, естественно, заводит туда своего скакуна. И мы видим, что инициатива уже, по сути дела, развивается сама собой. После рокировки вынужденный Ян забирает на а8. Брать ферзю нельзя, потому что теряется конь. Слон а8. И следует, по сути дела, добивающий ход ладью h4. Вот такая вот строгая, жёсткая, мобильная атака приводит белых быстро к успеху. Выясняется, что грозит ход ферзь h5, от которого просто-напросто защита только g6, что и было сыграно. То есть, слон бидж g5 здесь не спасало, потому как белые здесь могут сыграть как ферзь g4, слон d2, король d2 с угрозой установки мата на g6. Они могут, скажем, просто съесть на d7. И ферзь d7, конь h6, шах, и чёрный остаётся без ферзя, либо без фигуры, соответственно. Ну, а другие продолжения просто плохи. То есть, нет хода h6, нет ничего. Выясняется, что g6 единственный ход и подключение ферзя через g4. Очень симпатично. В случае хода gf ферзь подключается к полю h7 моментально. Здесь просто ставится мат натуральный. Но другое продолжение, которое, в общем-то, и было исполнено Магнусом. Магнус попытался перевести коня в район поля e6 или в район поля e4, попытаться как-то слоном попасть. Был осуществлён ещё один ход, но который явился, как ни странно, ошибкой. Ян был очень... наверняка здесь радовался ситуации. Решил победить сразу. Он сыграл ферзь h3. И вот этот ход оказался очень серьёзной неточностью. Который, забегая вперёд, Магнус тоже не воспользовался, не поверил в своё счастье. Говорить честно, здесь был очень тонкий профилактический ход. Король f1, который вёл к победе. Причём очень красиво вёл, так как, скажем, любое движение, подобно, скажем, ходу слона e4, натыкалось на очень красивый ход от белых. Белые могли выиграть партию ходом слона a5. Вот для чего ход короля f1 и нужен, чтобы слон a5 не попадал под шаг. Таким образом, в случае, скажем, ферзь a5 возникает очень симпатичная концовка. Там король g7 или король h8 белые наносят разящий удар. И как в пазл раши, как в любой тактической заварухе, белые, в общем, трёхходовкой объявляют мат. Классная идея по отвлечению от слона. Ну, а любое другое продолжение, ну, и лох просто к совершенно безнадёжному эншпилю. Скажем, вот такие вот мотивы. Ну, скажем, самым простым образом. Вот, покажу. У белых здесь лишняя пешка, плюс ещё и король плохой, и слабости, и две ферзевые пешки. На ферзевом фланге, прошу прощения, бегут очень быстро. Так, позиция безнадёжна. Ну, вот, в общем-то, и ходом король f1 я аккуратным образом доводил партию до победы. И создавал как раз-таки угрозу, связанную с ходом в партии. А ход в партии мог наткнуться на такой вот ответ, достаточно спокойный. Слон бьер g5, холодный ответ. И ладья h7 теперь уже не работает, потому как слон d2, король d2. У чёрных появляется важный шаг на g5. И как бы сейчас белые не играли, скажем, если они играют конь e3, чёрные защищаются как минимум от мата. Мат поставить здесь не так просто. Также и нельзя убежать куда-то королём, потому что чёрные начинают сразу же преследовать. То есть, к примеру, ходом конь e4, шаг, король b4, ферз d2. Мы видим король a3. Ну и, в общем, здесь вот компьютерной совершенно игрой партия завершается в ничью. То есть, приходится вот форсировать вот такое повторение ходов. Так как любое другое продолжение, скажем, хода слона b3, оно, в общем-то, уже ведёт к поражению. Потому что после хода конь d2, там, скажем, король c1, чёрные могут уже брать на b3 и переходить к своей атаке. Да, интересная позиция. Любое другое продолжение, в частности, ход король f1 здесь не проходит. Потому что после хода gf просто нет мата. Потому что пуля a6 защищена слоном. Мы видим, что король спокойно убегает. Ну, вот это был важный момент для Магнуса. Он, Магнус, не сообразил, сыграл h5 и был бит. Младея бьёт h5. Это уже партия абсолютно выиграна. Очень красивая концовка. gf, gh, прошу прощения, ферзь бьёт h5. И угрожает как ферзь h6 постановкой мата. Но самое главное, угрожает ход g6. После g6 будет угроза постановки мата мгновенно. Магнус сыграл конь e6 и не дожидаясь ответа на g6 сдался. Ну, а что могло произойти после этого? То есть, можно было продвить вариант. То есть, для уважаемых зрителей, после хода g6 угрожал мат. И пришлось бы, видимо, играть либо конь g5. После чего белые просто забирают на g5. И всякие шахи здесь не дают никаких плюсов. То есть, пару шахов можно ещё выдать. Но белые постепенно от этих шахов уходят. И, опять-таки, от мата нет защиты. Либо, соответственно, брать на g6. Тогда белые съедают коня с шахом. И потом съедают всё остальное. Приходится ещё прощаться с ладью. Ну, вот поэтому Магнус и сдался. На мой взгляд, очень классная идея. Особенно, вот, связанная с ходом ладья g3, ладья g4, ладья h4. Такая, в общем-то, темповая, опять-таки, игра. На позиционной, в том числе, основе. И блестящая новинка. Привели Яна к успеху. Пожелаем ему сегодня успеха во втором матче. И увидимся, надеемся, что он создал ещё что-то более качественное. Что-то ещё более интересное. Люди от него, во всяком случае, точно ждут и болеют за него. Ну, что же, друзья, всем пока. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.